мы приступаем к вязанию рукавчика один рукав я уже провязала до проймы то есть вот так вот он будет выглядеть вот такой рисунок также будем вязать на спицах четыре с половиной и пятерочка шишечек можно сделать меньше можно их вообще не делать если вы не хотите вот ну я буду давать полный рисунок итак на спице номер четыре с половиной мы будем набирать тридцать одну петельку набираю я самым обычным способом не сильно затягивая ниточку затем распределяем по спице наши петельки можно кстати взять чулочные спицы если вы будете вязать на длинные лески берете леску примерно сантиметров шестьдесят мне ведь длинновато леска вот такие два ушка у меня получается и теперь я объединяю в круг также петельку с левой спицы снимаю и набрасываюсь на нее петельку с правой спицы подтягиваю ниточки и также начинаем с вами вязать резиночку один на один первый ряд мы с вами провязываем полностью за переднюю стеночку после того как мы провязали первый ряд повесьте маркер отметьте начало ряда и и последующие ряды мы вяжем лицевую за переднюю а изнаночную за заднюю стеночку резиночку мы также как его джемпера будем вязать у самого джемпера будем вязать на высоту 8 рядов после того как мы провязали рукав на высоту 8 рядов резинки мы переходим на спицы номер пять и давайте рассмотрим с вами рукавчик который я уже связала смотрите весь узор составляет 18 петелек но вот эти две полосочки будут состоять из двух лицевых которые мы будем получать из одной петли то есть из резинки уйдет только 16 петелек так как у нас на сейчас на резинке 30 петелек то есть у нас свободных остается 14 плюс к этим 14 в первом ряду мы уже начнем делать с вами прибавочки то есть мы будем делать прибавку в первую и последнюю петельку то есть к семи первым петелькам вот это будет у нас лицевая гладь мы прибавим сразу одну петлю смотрите как это будем делать вяжем лицевая далее поднимаем нижнюю стеночку у петельки и провязываем ее 2 петли получили считаем ее пока за одну петлю чтобы так было удобней 1 дальше снова вяжем лицевую 2 3 4 5 6 и 7 далее у нас начинается с вами узор в первом же ряду мы с вами будем делать шишечку шишечки мы уже умеем с вами вязать поэтому я покажу один раз и и вяжем 3 изнаночных петли 1 2 3 и делаем в следующую петлю шишечку из протяжки которую мы провязываем скрещенной лицевой затем в петлю на спицы вяжем лицевая накид лицевая и следующую петлю мы снова вяжем из протяжки скрещенной лицевой переворачиваем на изнаночную сторону и и вяжем кромочная и 4 изнаночных снова на лицевую сторону кромочная и 4 лицевые и снова кромочная и 4 изнаночных и теперь делаем у бабочки три петельки снимаю последние две провязываю вместе и теперь накидываю на них остальные петельки чтобы осталась снова одна петля и следующую петельку мы вяжем изнаночной максимально туго после шишечки и изнаночной петельки у нас как раз и будут вот эти две лицевые которые мы свяжем с вами из одной петли поднимаем нижнюю стеночку у петельки провязываем сначала и и затем вяжем уже петлю со спицы лицевыми это у них расстояние максимального сближения составляет 4 изнаночных вяжем 1 2 3 4 и снова нам нужно связать лицевую подсыпаю нижнюю дужку у петли у изнаночной провязываю ее затем провязываю петлю со спицы и симметрично заканчиваем то есть это изнаночная затем после изнаночной мы вяжем с вами шишечку на ней я наверно уже останавливаться не буду подробно но свяжу ее вместе с вами то есть на изнаночную сторону мы переворачиваем только два раза получается после этого второго раза мы закрываем все петельки подтягиваем ниточку и заканчиваем тремя изнаночными петельками и до конца ряда у нас должно остаться 7 лицевых и не забываем о том что в последнюю петлю мы делаем прибавку прибавку мы сделаем теперь вот так подсыпая нижнюю дужку у изнаночной петли вывязываем петлю и только затем провязываем петельку со спицы общее количество петелек у нас со всеми прибавками а прибавилось у нас на лицевой глазе 2 петельки и в узоре 2 петли 32 петельки теперь у нас на спицах все четные ряды мы будем провязывать по рисунку сейчас идет второй ряд мы вяжем 8 лицевых далее 5 изнаночных то есть вот эту шишечку мы также провязываем с вами изнаночной но за переднюю стеночку потому что у нас до этого здесь были лицевые петельки после 5 изнаночных у нас идет 2 лицевые это получается 1 наша вот эта змейка затем 4 изнаночные снова 2 лицевые и заканчивается узор 5 изнаночными петелька где располагается шишечка мы провязываем за переднюю стеночку а ряд заканчивается у нас 8 изнано лицевыми петельками встречаемся в третьем ряду пока третий ряд у нас начинается также с 8 лицевых петелек со следующего давайте я наверно буду останавливаться только где у нас идет непосредственно узор состоящий из 18 петелек далее начинаем вязать узор мы вяжем 4 изнаночных петли теперь где шишечка мы также провязываем за заднюю стеночку как обычно и по рисунку посмотрите у нас начинается расхождение в разные стороны то есть следующую изнаночную мы снимаем и оставляем за работой вяжем 2 лицевые и затем провязываем изнаночную петельку вяжем 4 изнаночных теперь 2 лицевые снимаем перед работой вяжем одну изнаночную петельку и теперь провязываем снятие лицевые как бы у нас теперь дуга будет идти на шишечки и довязываем 4 изнаночных петельки ряд заканчиваем 8 лицевыми петельками и встречаемся в четвертом ряду уже на самом узоре четвертый ряд узора это четный ряд поэтому вяжем по рисунку это значит 4 изнаночных петельки 2 лицевые 6 изнаночных 2 лицевые и 4 изнаночные петли довязываем ряд и встречаемся в пятом ряду этом ряду у нас продолжается расхождение наших лицевых дорожек теперь мы вяжем 3 изнаночных снова снимаем петельку оставляем за работой вяжем 2 лицевые и теперь провязываем изнаночную петлю вяжем 6 изнаночных снимаем 2 лицевые оставляем их перед работой вяжем следующую изнаночную петельку и затем провязываем 2 лицевые узор заканчивается тремя изнаночными петельками 6 ряд выглядит так 3 изнаночных 2 лицевые 8 2 лицевые и заканчивается узор тремя изнаночными петельками и затем встречаемся с вами в седьмом ряду 7 ряд это будет последнее наше расхождение то есть мы его делаем до тех пор пока не останется только лишь 2 изнаночных по бокам то есть стройка сначала и в конце нашего узора вяжем 2 изнаночных петли следующую изнаночную убираем за работу вяжем 2 лицевые и затем провязываем изнаночную петельку вяжем 8 изнаночных после того как провязали 8 изнаночных снимаем 2 лицевые оставляем перед работой вяжем изнаночную петельку и затем провязываем снятые лицевые и до конца узора у нас должно остаться 2 изнаночных петельки довязываем ряды встречаемся в восьмом ряду 8 ряд узора вяжем по рисунку то есть он у нас выглядит так 2 изнаночных 2 лицевых 8 ой 10 изнаночных петелек по центру после них 2 изнаночных ой 2 лицевые и 2 изнаночные все довязываем ряд и встречаемся теперь у в начале 9 ряда у меня начинается 9 ряд и теперь мы будем делать снова прибавки то есть прибавление мы будем делать через каждые 8 рядов здесь чуть-чуть видно это 1 2 3 4 всего 6 прибавок то есть первую в самом первом ряду 1 2 3 4 5 и 6 всего у нас будет 6 прибавок и все они будут идти через каждые 8 рядов чем это удобно сейчас вы поймете что каждая прибавочка будет вот когда мы будем вывязывать шишечки ряд где ряд шишечек там и прибавка то есть это первый ряд 9 17 25 и так далее раппорт у нас шишечек вот этого узора составляет 16 рядов что очень удобно при наших прибавочках прибавки в начале и в конце ряда мы делаем то есть первую и в последнюю петельку мы вяжем первую петлю затем подсыпаем ниже лежащую дужку и провязываем ее теперь у нас 9 лицевых петелек до рисунка а здесь мы начинаем формировать шишечки когда мы делаем шишечки никаких скрещиваний нет шишечки если у нас они максимально узко стоят дорожки то мы делаем за этими дорожками если на максимальной ширине то мы делаем внутри но также между дорожкой и шишечкой что здесь должна быть 1 изнаночная что здесь то есть дорожка изнаночная шишечка шишечка изнаночная потом дорожка мы вяжем 2 изнаночные сейчас мы делаем внутри 2 лицевые затем изнаночная и вот в эту петлю мы уже вывязываем шишечку после того как мы провязали первую шишечку в начале узора мы вяжем 6 изнаночных петелек и вот у нас также должно остаться 2 изнаночных петли до дорожки до 2 вот они вот так вот выглядят мы сначала вяжем шишечку на ней я также останавливаться уже не буду и после того как мы связали ее мы вяжем одну изнаночную и заканчивается узор у нас двумя лицевыми и двумя изнаночными петельками довязываем этот 9 ряд и не забывайте что в конце ряда мы делаем при бабочку теперь это у нас также лицевая петля мы поднимаем только мы сначала делаем при бабочку то есть поднимаем нижнюю дужку вяжем здесь лицевую и потом провязываем петельку со спицы то есть мы прибавляем и в начале и в конце то есть за один ряд прибавляется 2 петли и у нас начинается 10 ряд узор начинается с 2 изнаночных 2 лицевые затем 10 центральных изнаночных петелек причем изнаночные не забывайте на которых располагаются шишечки мы первый раз провязываем за переднюю стеночку и заканчивается узор у нас двумя лицевыми и двумя изнаночными петельками 11 ряд после ряда с шишечками у нас теперь начинается схождение этих дорожек как это делать будем вяжем 2 изнаночных петельки затем снимаем 2 лицевые и оставляем перед работой вяжем следующую изнаночную и теперь провязываем 2 лицевые петельки вяжем 8 центральных изнаночных петелек следующую изнаночную мы убираем за работу и вяжем 2 лицевые петельки после этого провязываем снятую изнаночную и довязываем 2 оставшиеся изнаночных петельки довязываем с вами получается 11 ряд и встречаемся в 12 12 ряд узора выглядит так 3 изнаночных петельки 2 лицевые петельки 8 центральных петельки 2 лицевые петельки 13 ряд продолжаем схождение лицевых дорожек вяжем 3 изнаночных петельки лицевые петельки снимаем перед работой вяжем 1 изнаночную петельку и затем провязываем снятые лицевые петельки вяжем 6 центральных изнаночных петельку затем снимаем 1 изнаночную за работу вяжем 2 лицевые петельки и затем провязываем 1 изнаночную петельку до конца узора довязываем 3 изнаночных петельки 14 ряд будет выглядеть 4 изнаночных петельки 2 лицевых петельки 6 центральных изнаночных петельки 2 лицевых петельки 4 изнаночных петли а с вами мы встречаемся уже в пятнадцатом ряду пятнадцатый ряд это последний ряд на схождение наших вот этих дорожек то есть мы вяжем 4 изнаночных петли 2 лицевые мы оставляем перед работой и вяжем следующую изнаночную затем провязываем 2 снятых петельки по центру у нас остаются 4 изнаночных это максимальное сближение наших дорожек оставшуюся изнаночную мы убираем за работу вяжем 2 лицевые и после этого провязываем снятую изнаночную петельку до конца узора довязываем 4 изнаночных и в шестнадцатом ряду узор у нас будет выглядеть 5 изнаночных 2 лицевые 4 изнаночных 2 лицевые и заканчивается узор 5 изнаночными петельками у нас начинается 17 ряд а в семнадцатом ряду мы снова делаем прибавку так как после девятого мы провязали 8 рядов так же делаем как и предыдущие ряды прибавку в первую петельку а вот узор у нас теперь начинается с вами с первого ряда то есть это ряд который мы начинали сразу после резиночки он у нас будет выглядеть абсолютно таким же только без вывязывания вот этих двух петелек из одной то есть мы вяжем 3 изнаночных петли делаем шишечку вяжем изнаночную петельку 2 лицевые 4 изнаночных 2 лицевые затем снова одну изнаночную обязательно провязываем шишечку делаем и довязываем остальные 3 изнаночных петельки и далее все по рисунку всего до проймы я буду вязать 52 ряда от резинки вот так же видите я уже оставила 2 петли недовязанных до конца 52 ряда то есть мы на пройму будем снимать 2 петельки с конца ряда и 2 петельки с начала следующего ряда и не забывайте оставить вот достаточно длинную такую ниточку мы с вами будем сшивать пройму способом петля в петлю длина примерно где-то 20 сантиметров достаточно будет нити вот и делаем прибавки прибавка у меня последний получается в сорок первом ряду вместе со всеми прибавочками это я считаю с прибавками на вот эти зигзаги у меня будет 44 петельки но на этом пока все давайте продолжаем вязать рукавчик первый затем вяжите второй если у вас еще не провязан вот и встречаемся же с вами когда будем объединять все в единое полотно